Всем привет друзья, с вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Слайм Ренчер. Ну а сегодняшнюю серию я хочу посвятить лаборатории. Ну пойдёмте разбираться, что там да и как. Насколько я понял, я могу покупать всякие нужные и ненужные штуки в этой лаборатории. Так, давайте посмотрим для начала, что я могу купить. Бур, насос, телепорт, медпункт, водопушка и куча того, что я ещё не прокачал, насколько я понял, через фабрикатор. Здесь, чтобы создать устройство, нужны плорты, ну и всякая фигня, которая мне выпадала периодически. Всё это нужно загружать вот сюда, а называется эта вещь перерабатывающий завод. Наверное, я разберусь сейчас с фабрикатором, а после будем изготавливать всякие вещи. Работает перерабатывающий завод вот таким вот образом. В него нужно просто закидывать то, что вам нужно. Ну а после нужно обращаться к фабрикатору, чтобы что-нибудь создать. Ну а я начну с бура для начинающих. Достижение разблокировано, вперёд к науке. Вперёд к науке, создай своё первое устройство слайма науки. Ну а я, пожалуй, сделаю максимальное количество устройств, которые только смогу собрать. И после этого продолжим. Ну теперь, я думаю, у меня достаточно ресурсов, чтобы создать что-нибудь новое. Давайте попробуем бурт для начинающих. Изготовить, изготовить, изготовить. Давайте сразу штук 10. Бурт для гиганта. Сразу же изготавливаем тоже штучек 10. Глубинный насос. Тоже пригодится. Ну и королевская пасека. Блин, изготовил один лишний. Ладно, пусть будет. Давайте посмотрим, может быть что-то ещё можно? Нет, пока ничего нельзя. Что ж, ну давайте пока поставим то, что можно. Биостроитель. Создай 35 устройств слайма науки. Ага, мне как раз подсказали, что если создать 100 устройств, мне дадут ключи для всех сокровищниц. Так что, скорее всего, это не последняя серия. В следующей я буду искать все сокровищницы. Так, и что я могу сделать? Бурт для продвинутых. Бурт, который извлекает больше ресурсов, повышая вероятность найти редкие ресурсы. Скорее всего, это ресурсы, которые требуются для постройки остальных приколюх. Ну давайте купим. Так, и куда он делся? Пока непонятно. Давайте ещё. Пасека для начинающих. Позволяет собирать пчелиные ресурсы. Пожалуй, тоже купим. Насос для начинающих. Откачивает подземные ресурсы. Пусть будет. Розовый телепорт. Набор из двух телепортов, которые позволяют создать твой собственный канал для перемещения. Конечно же купить. Розовый телепорт склад. Набор из двух устройств, которые позволяют дистанционный переброс ресурсов между двумя точками. Купить. А медпункт быстро высасывает твою энергию, чтобы восстановить твоё здоровье. Ставит на ноги в секунду. Купить. Так, водопушка. Оборонительная пушка, которая автоматически выслеживает вары и расстреливает его водой. Купить. Кольцо для слаймомбола. Новый раунд слаймомбола начинается, как только первого слайма забрасывают в кольцо. Сколько забьёшь? Купить. А почётное место для слайма номер один позволяет тебе оповестить других слаймов о том, кто является безусловным слайм-чемпионом. Купить. А розовая слаймовая лампа. Декоративная лампа, в которой живёт счастливый слайм. Тоже купить. И последняя. А почему последняя? Я же прокачивал. Ловушка горда для начинающих. Специальная ловушка для отлова горда слаймов. Закинь её еды и жди. Интересно. Купить. А больше пока я ничего не могу купить. Так, давайте разбираться. По-моему, строить устройство у нас кнопка Т. Да. Так, а строить я могу, получается, только в определённых местах, да? Ну, давайте пробовать смотреть, что можно поставить. А, вот же, всё, что я прокачивал. А где всё остальное? Интересно. Ладно, давайте поставим пока бур для начинающих. Здравствуйте. 11 минут 56 секунд. Доступен новый эскиз. Ирисос... Ирисочный... Ирисочный телепорт. Ёлки-палки. Доступен новый эскиз. Ирисочный телепорт. Склад. Так, это что? Это новые эскизы за то, что я поставил какую-то фиговину? И что это вообще даёт? Пока непонятно. Наверное, через 12 минут я узнаю. Так, могу ли я что-нибудь здесь поставить? Да, могу. Давайте сразу поставим всё. Бур для гиганта. Установить. А, что ты даёшь? Наверное, ещё больше ресурсов. Ну, пускай качает. И здесь поставим глубинный насос. Так. Тоже 12 минут. Это неприкольно смотрится. А куда бы ещё поставить четвёртая? Вот сюда. Королевская пасека. Ставим. И? Где же пчёлки? Я не вижу пчёлок. Ну, ладно. Так, а куда делись обычные эскизы? Я не понял. Ладно, пойдём покопаемся в магазине. Может быть здесь есть? Так. Фабрикатор. Точно. Вот они появились. Так. Ну, в принципе, они мне не нужны. Так как у меня есть уже прокачанный четвёртый бур для гиганта. И королевская пасека. И насос. Значит, ставим только то, что можно поставить техническое. Так. Медпункт. Водопушка. Ловушка города для начинающих. Ловушка города для профессионалов. Блин. Для всего этого нужны эти ресурсы. Технология. Золотые телепорты. Блин. Для этого всего нужны ресурсы. Офигеть. Сколько тут всего можно поставить. Так. Знаете, что я подумал? Пойду-ка я вскрывать сокровищницы. Вы это увидите в следующем выпуске. А видеоролики пройдёт всего секунда. Просто, насколько знаю, в сокровищницах содержатся какие-то эскизы. А я хочу собрать все эскизы. Так что вернёмся к этим сборникам через пару дней. Итак, времени прошло намного больше, чем я планировал. Поэтому переходим сразу к делу. Вкратце о лаборатории ещё раз. В перерабатывающий завод выкидаете ресурсы. Все, которые нужны для создания устройства. Схему устройства можно покупать здесь, в строительном магазине. Ну, а после можно уже создавать само устройство. Из тех ресурсов, которые вы закинули в перерабатывающий завод. На некоторые устройства вам понадобятся редкие ресурсы. Типа гексосод, из странного бриллианта и прочего. И вот их как раз можно нафармить из экстракторов. То есть из той штуки, которую я ставил в прошлой серии. Чем выше уровень экстрактора, тем выше шанс того, что выпадет что-то редкое. Ну, а всего их получается три вида. Это бур, насос и пасека. Ну, а сами устройства ставятся с помощью буквы «Т». Нажимаете букву «Т», подходите к площадке и нажимаете букву «Е». Здесь можно ставить что угодно. Таких площадок по всему миру разбросано очень много. Их куча на самой ферме. Даже за территорией фермы можно ставить всякую ерунду. В общем, в этом вас никто не ограничивает. Ну, а теперь давайте посмотрим доступные устройства. Для начала я куплю все схемы, которые я открыл. Ну, а теперь давайте посмотрим, что можно поставить. Первое, с чего я начну, это экстракторы. Каждый из них будет вырабатывать свои ресурсы. То есть, по прошествии этого времени, можно будет вытащить из них ресурсы. Ну, и среди них будут попадаться очень редкие. Ну, а вот так они выглядят, когда наполнятся. Чтобы их активировать, нужно нажать на букву «Е». И они начнут выплёвывать ресурсы. Есть шанс, что выпадет что-то редкое. После этого они снова начнут добывать ресурсы. Если они выше первого уровня. Ну, а теперь давайте перейдём к техническим устройствам. Я сразу создам себе все и будем пробовать их по очереди. Ну, а тестировать эти устройства мы будем за пределами фермы. Для начала давайте посмотрим на медпункт. Смотри-ка, у него таймер установки. Я думал, он будет устанавливаться сразу. Ладно, пока он устанавливается, я хочу попробовать водопушку. Что, тебе тоже нужно время для установки? Пожалуй, сразу поставлю сверх водопушку. И пружинный амортизатор. Что у нас осталось? Тактус в горшочке. А давайте поставим. Так, и остаётся у нас колокол-укоротитель и три ловушки для города. С ловушками мы повременим, а колокол я поставлю в каком-нибудь другом месте. Ну что, начнём тестирование медпункта. Как написано, он меняет энергию со здоровьем местами. Так, ну я думаю, потерял достаточно хп, чтобы... Прави, ух ты! Блин, он очень быстро восстанавливает здоровье. Как по мне, так это очень полезная штука. За пределами фермы. Так, а это у нас платформа для прыжков. А ну-ка! Ух ты! Ха-ха! Прикольно! Тоже достаточно полезная штука для некоторых мест. Так, а почему не работает водопушка? Наверное, они работают только при приближении вара. Но вара мы скоро сделаем. Интересно, попрыгушка работает на слаймах? Да, смотри-ка! Ха-ха! Ему походу нравится. Так, а что делает кактус? По-моему, он заворожил одного слайма. Эй, слайм, ну-ка отцепись от него. Ха! Прикольно! Смотри-ка, к нему можно прицеплять слаймов. Не знаю, зачем это нужно, но смотрится прикольно. Так, ну а теперь нужно потестировать водопушку. Кто готов стать варом? Ты! А ну-ка! И? Пушка работает? Смотри-ка, действительно! Эй! Ха-ха! Оставь мне хотя бы одного вара! Так, мне нужен ещё один вар. Ну-ка иди сюда. Эй, где ты? Пойдём тестировать огромную водопушку. Бам-бам! Офигеть! Ну это круто для защиты фермы. Кстати, некоторые редкие ресурсы вы сможете найти только в стеклянной пустыне, если поставите экстрактор на территории пустыни. Так, ну а я хотел поставить колокол-акоротитель и посмотреть, работает ли оно с ларга. Давайте проверим. Ещё и буря началась, офигеть. А ну-ка, колокольчик, успокой их. Серьёзно? Не работает. Блин, или работает? Подожди. Непонятно. Они как были злыми, так и остались. А ну-ка, может быть так? Смотри-ка, заулыбались. Блин, серьёзно работает? А ну-ка, иди сюда, мне нужно бренькнуть по колокольчику. По-моему, они успокоились. Блин, мне кажется, эта штука работает. Ну а теперь давайте посмотрим, что это за ловушки для горда. Итак, и что оно даёт? Может туда что-то положить? По-моему, работает. Давайте попробуем на все три пёстрых курочки поймать горда. И посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, нужно просто подождать. Ну а пока мы будем ожидать, давайте посмотрим технологии. Море разных телепортов. Только цвета разные. Не знаю, мне лень все перебирать. Они же только цветом отличаются, правда? Давайте попробуем сразу золотой телепорт. И золотой телепорт склад. А ещё здесь есть коллектор перерабатывающего завода. И коллектор плорт-маркета. То есть, насколько я понял, коллектор для сбора ресурсов дистанционно. А плорт-маркет для сбора плортов дистанционно. Давайте попробуем и то, и то. Ну а начнём мы с установки телепорта. Телепорт у нас ставится, наверное, сюда. А второй ставится в точку, в которую я хочу переместиться. А сюда мы поставим телепорт в склад. Так, а теперь пойдём искать место, куда я хочу переместиться. Так, ну а телепорт я хочу поставить где-нибудь в стеклянной пустыне. Давайте попробуем. А ну-ка. И что, он работает? Серьёзно? Блин, ребята, почему я раньше его не поставил? Я столько времени потратил на беготню. Хотя мог поставить просто телепорт. А сюда давайте попробуем поставить телепорт в склад. А ну-ка. И как ты работаешь? Так, у меня есть плорт. Он кидается сюда, правильно? И его можно вынуть отсюда же. Точно. Ну-ка, ещё раз. Блин, да уйди ты, ты мне мешаешь. Прикольно. То есть, если я закинусь сюда, то можно будет достать его оттуда. Очень удобно. Так, а ещё я могу поставить мини-перерабатывающий завод и мини-плорт-маркет. Ну а работают они, скорее всего, так же, как телепорт-склад. То есть, берём плорт и просто кидаем его сюда. Точно. Это перерабатывающий завод. А это у нас просто плорт-маркет. Точно, деньги добавляются. Ну а гордо я ещё ни одну штуку так и не поймал. Блин, ну декора тут просто тьма. Ладно, попробую перебрать по-быстрому. Итак, золотая слаймовая лампа. Ух ты, прикольно. Раньше такие лампы на китайском рынке продавались. Офигенно. Ещё и золотая. Ладно, пожалуй, я её даже оставлю. Вы посмотрите, какой прикольный слайм. Губковое дерево. Ого, какое-то большое. Губковый кустарник. Блин, больше похож на камень. Розовые коралловые колонны. Ого, тоже немаленькие. Лужайка коралловой травы. Ну, это прикольно. Обычная трава. Мшистое дерево. Ого, ты тоже немаленькая. Но смотрится поприкольнее, чем предыдущая. Мшистый пень. Ого, это даже не пень, это пнище. С цветочками. Внутри прикольно. Сияющие вершины. Ого, вот этот декор мне нравится. Лужайка диких цветов. Ну, даже поинтереснее, чем просто трава. Джумба, глюкка, гриб. Офигеть, вот это прикольно. Лужайка мятной травы. Ну, обычная трава, как трава. Такая же, как та, только зелёная. Голубые коралловые колонны. Наверное, такие же, да, колонны, только другого цвета. Гексоформация. Наверное, что-то, да, крутое. Ещё и цвет так прикольно переливается. Кристаллы. Кристаллический гвоздь. Тоже кристаллы, но другой формы. Лужайка жар цветов. А ну-ка. Блин, это как на том острове. Смотрится даже прикольнее, чем те цветы. Лучистое дерево. Наверное, оно будет... Ого! Мне кажется, оно самое высокое из деревьев. Лужайка зеленеющей травы. Самая стандартная лужайка. Плюс какая-то непонятная коробка. Лужайка звёздных цветов. Обычные цветочки, только жёлтого цвета. Разрушенные колонны. Вот это будет... Блин, прикольно, хотел сказать. Но это огромная колонна просто. Не знаю, мне не очень впечатляет. Сияющие жезлы. Блин, а это прикольно. Можно даже в этом стиле украсить целую ферму. Кристальный светильник. А ну-ка. А, это как на той башне. Ну не знаю, что-то он не светится даже. Может быть, темноту нужно создать? Огненная стеклянная скульптура. Это как в стеклянной пустыне камни. Ну тоже такое, непонятное. Громоподобная стеклянная скульптура. И чего тут громоподобного? То, что он вонзается в камень? Ну ладно. Башнеобразная стеклянная скульптура. Ну, фиг знает, ничем не отличается от предыдущих двух. Пальмовое дерево. О, вот это смотрится круто. Хотел бы я целую ферму с пальмами. Пальмовый побег. Это типа пенька? Нет, это больше похоже на кактусы. Скрученная трава. Это совсем не то, о чем вы могли подумать. Ну, смотрится как-то нелепо, наверное. Разрушенная колонна пустыни. Да, абсолютно такая же, как и предыдущая, но другого цвета. Разрушенные глыбы пустыни. Просто три коробки друг на друге. Пещерные скалы. Да уж, называть тебя скалой сложно, но смотришься ты круто. Сияющие скалы. Блин, ну это просто два камешка. Какие это скалы? Резные скалы. Во, вот это уже поинтереснее. Большие камни. Еще и рисунки слаймов на них прикольно. Персиковое облачное дерево. Это, наверное, с фермы Огдена. Тоже прикольно смотрится. Дикие коралловые колонны. Блин, обычные кораллы, только другого цвета. Лужайка дикой травы. Блин, абсолютно ничем не примечательная трава. И лужайка хлопковых цветов. Ну, вроде как прикольно смотрится. Ну, как-то по-обычному. Ну, а нам осталось посмотреть вкладку любопытное. Ну, а начну я с кольца для слаймбола. А ну-ка. И что с тобой делать? Неужели в тебя нужно кидать слаймами? Эй, есть где-нибудь свободный слайм? А ну-ка, курочка может попадет. Давай. Однако ж это сложно. А нет, попал. Ладно, ради этого я даже сбегал за слаймом. А ну-ка. Ну, блин. Чуть-чуть не хватило. Давай. Да елки ж ты. Я же должен попасть. Давай. Блин, да чего это сложно оказывается? А ну-ка. Секретный маневр. Давай, 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 давай. Ты попадешь. Блин. Блин. Блин, честно, с этого ракурса, мне кажется, это просто невозможно сделать. Да, есть первый слайм. Первый слайм. Блин, абсолютно бесполезная фигня на самом деле, но прикольная. Так, а теперь давайте глянем, что за почетное место для слайма. И что можно с ним сделать? А ну-ка. Ты у меня в почетный баскетболист, давай сюда. И? Чего с тобой будет? Ты просто будешь здесь стоять на одном месте? Ха, прикольно. То есть можно абсолютно любого слайма сюда поставить? Подожди-ка. Ладно, лети, куда хочешь. Иди-ка сюда, фосфорный, Ларга. Может быть, получится тебя поставить? Да, можно, офигеть. Прикольно. Ладно, этот декор мне нравится. Так, ну а теперь давайте разбираться с капсулами. Что это такое? Усатая модная капсула. И чего ты делаешь? Нужно тебе слайма принести? А ну-ка, иди сюда. Давайте посмотрим. А ну-ка. Эй, я принес тебе слайма, смотрите, он стал усатым. Офигенно. А как сохранить-то его? Подожди, я не понял. Нажать на Е нет. А, то есть можно набрать этой фигни? Точно, офицерские усы. Они набираются как плорты или вода. А ну-ка, лови. Ха-ха, прикольно. Так, подожди-ка, сейчас соберем целую ферму этих модных капсул. Так, солнечные очки. А ну-ка, кто готов? Давай тебе. Ха, прикольно. Галстук бабочка. Вот ты больше всех улыбаешься. Прикол. А вот это будет прикольно, мне кажется. Кто из вас самый бешеный? Давай ты будешь. Ха-ха-ха. Офигенно. Серьезные брови. Кому? Давай тебе. Ох, ты на Брежнева похож стал. А ну-ка, кто у нас будет умный? Давай ты. На Гарри Поттера похож. Так, бантик, бантик тебе. Мне кажется, ты девочка. Так, а у нас остались пустые слаймы. Вот только один, по-моему. И ты будешь с короной. Офигеть. Ладно, там еще осталась пижонская модная капсула. Ее я тестить не буду. Так, ну а в древних руинах мы попробуем поставить эхолов. Нужен он для ловли странствующего эха. Не знаю, правда, как он работает, но давайте проверим спустя время. Итак, в игре прошло целых два дня. Так что, я думаю, пора проверить эхолов и ловушки для Горда. Начнем с эхолова. А ну-ка. Блин, вы посмотрите, сколько он наловил эха. Офигеть. Блин, их же можно теперь везде раскидывать. Офигенно, класс. Тоже офигенная штука для декора. Блин, я думал, это бесполезная вещь, но посмотрите просто, сколько он эха наловил. Ну, а теперь пойдемте проверим Горда. Попались ли они на этих курочек? Смотри-ка, действительно, розовый и два вьюнка. Офигеть, так их можно для декора использовать. Их же еще и откормить можно. Блин, классно. Оказывается, лаборатория это такая прикольная вещь. Ну, а на этом, пожалуй, я закончу эту игру. На все про все у меня ушло 58 дней в игре. И просто дофигища реального времени. Так что не забудьте поддержать меня лайком. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые игры. Для себя считаю эту серию последней. Но выложу еще одну. С поиском всех сокровищниц, которые записал ранее. Ну, а на этом с миром Слайм Рейнджер я прощаюсь. Если будет чем дополнить мою историю, напишите в комментариях. На этом все. Всем пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok